Говорю сразу, серия неплохая, но там не было ничего такого с вау-эффектом. Однако, конец дал понять, что следующее точно будет интересной. Всем доброго времени суток, с вами Анизора. Давайте вместе обсудим новую 130-ую серию аниме Барута после небольшой рекламы очень годных наушников. Новые игровые наушники Cloud Alpha S. Это обновленная версия топовых наушников Cloud Alpha. А собственно, что изменилось? Начну с самого лучшего. Появился индивидуально настраиваемый объемный звук 7.1 и возможность регулировки басов. С помощью входящего в комплект микшера управления звуком, теперь можно включить объемный звук и настроить баланс громкости для игры или разговора, не заходя в какие-либо меню. Звук стал еще чище, наушники стали еще удобнее. Cloud Alpha S по-прежнему выделяются системой двухкамерных динамиков, которая уменьшает искажения и обеспечивает более качественный звук, а также фирменным комфортом HyperX, который давно зарекомендовали с тебя. Ссылку на наушники я, конечно же, оставлю в описании. Кликай и узнай подробную информацию про эти топовые наушники. Ну а теперь я желаю вам наиприятнейшего просмотра. Так, ребята, серия была приятной, но не так много важной инфы. Конечно, приятно наблюдать за старыми, знакомыми всем нам лицами и видеть их тогдашние привычки и эмоции. Ностальгия, конечно же, обеспечена. Особенно видеть моменты со стеснительной хинатой и вспомнить такого мощного персонажа, как Неджи. Однако, я заметил в серии некоторые моменты, которые вызывают у меня вопросы. Вот, например, попытайтесь угадать, что это за время сейчас в деревне. Смотрите, если это время, когда Саски только-только ушел и за ним должны пойти наши генины, тогда Шина и Эхината тут лишние, ибо они были на другой миссии в это время. Наш Ли должен пережить операцию и быть с травмой. Ой, точнее наоборот. Ну, суть вы поняли. Однако, мы видим тут всех этих троих персонажей, тогда это получается время уже после неудачной миссии по возвращению Саски. Ну тогда что-то слишком спокойны наши ребята и не выглядят как те, кто пережил смертельные битвы некоторое время назад. Да и в таком случае Наруто должен быть в повязках и уже уходить на тренировку с Жирайей. Короче, насколько я понял, они отнеслись к аналогии на тяп-ляп, и это очень настораживает меня. Надеюсь, к самому сюжету они так не отнесутся. Да и судя по тому, что они плевали на хронологию, то эта арка будет чисто развлекаловкой для старых фанов и не будет каноничной. Так что да, всё нормально. Кстати, в серии не раз намекали на то, что Баруто очень хорош, хоть и не является шиноби. Ну, по крайней мере, они же думают, что он просто фокусник. И они все подводили к тому, что он должен будет им помочь в какой-то нужный момент. И вот, как же мне интересно будет посмотреть на это. Приколол ещё и момент, когда Шина хвалил мастерство Баруто и критиковал некоторые его моменты в Тайдзюцу, обозвав его учителя непрофессионалом. Хотя он сам его и будет учить в будущем. Очень забавно получилось, как по мне. Ну и видать, Баруто подкинул идею с поездом для строителя того времени. И считайте, что в создании в будущем поездов в аниме Баруто заслуга самого Баруто. Тоже такой забавный момент. Да и вся серия набита такими нищиками, и её было очень приятно смотреть. Но ничего более. Однако, в конце произошло самое интересное. А именно, появился у Рашики прямо над Наруто, Баруто и Саски. И серия на этом заканчивается. То есть, наш Оо Цуцки не заставил себя ждать и уже готов напасть на Наруто. Судя по трейлеру к следующей серии, он даже зацепил его удочкой своей. То есть, он возможно уже вытаскивает чакру. Но вытащить ли он или нет, мне интересно. По идее, там есть Саски и он должен помочь. Но наблюдая за кадрами к следующему эпизоду, складывается мнение, что Наруто похитили. И Саски вместе с Джирайей объединяются для его спасения. Ну, и как вам такой дуэт, а? Мне очень интересно посмотреть на эту парочку в действии. Две легенды каждой в своём времени объединяются против сильного врага. Надеюсь, Джирайя проявит себя во всей красе. И мы увидим того самого забавного, но в нужный момент невероятно сильного и серьёзного шиноби в бою. Ну и конечно, Баруто всё больше и больше узнаёт о детстве Наруто. И начинает вникать во всё это. И опять же, в трейлере видно, что он увидит Наруто с покровом лиса и поймёт, каким он страшным был в этом облике. И почему его так боялись в деревне. Короче, мой вердикт. Серия получилась неплохой и даже очень приятной для просмотра. Надеюсь, вы также поделитесь своим мнением в комментариях и оцените мою работу лайком или же дизлайком. А также подпишитесь на канал. Ну а на этом я заканчиваю. Следующие ролики не заставят тебя ждать. С вами, как всегда, был Анизора. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok